Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. В рамках церковно-государственной программы празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского прошли торжества на Куликовом поле. Журналистика влияет на сознание тысяч людей, и церковь не должна быть в стороне. Состоялся шестой международный фестиваль православных семей. Одна из молодых, но уже известных на весь православный мир обителей отмечает очередную годовщину своего основания. Объединить нацию вокруг знаковой для нашего Отечества фигуры в Москве прошло заседание Попечительского совета программы Александр Невстин. Три года гроботливых трудов реставраторов и глазам жителей и гостей Петербурга предстал обновленный надправленный храм Лавры. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В праздник Рождества Богородицы и 634-ю годовщину Куликовской битвы, приходящуюся на этот день, патриарх московский и всей Руси Кирилл совершил божественную литургию на историческом Куликовом поле в храме преподобного Сергия Радонежского. Предстоятель также почтил память воинов, вдохновленных игуменом земли русской на знаменитое сражение. Участие в богослужении приняли председатель Дмитрий Медведев, а также другие члены российского правительства. Патриарх Кирилл вместе с Дмитрием Медведевым прибыл на Куликово поле для празднования 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского, годовщины исторической Куликовской битвы и Дня воинской славы. Последние 15 лет он приурочивается к дням побед русского оружия, которые сыграли решающую роль в истории России. Именно 21 сентября войско Дмитрия Донского одержало победу в сражении, положившем начало освобождению от татаро-монгольского ига. Как глазят летописи, именно преподобный Сергий благословил русских воинов и предрек им победу над войском Золотой Орды. У всех на памяти торжества в июле в Троице-Сергиевой лавре. А сегодня мы собрались здесь, на Куликовом поле, чтобы вспомнить, как тех ратников, которые отстояли нашу Родину, положили начало ее освобождению от иноземного ига, так и имя преподобного Сергия, который имел непосредственное отношение к этой битве. Совершив праздничную литургию в храме преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле, патриарх Кирилл и Дмитрий Медведев возглавили вшествие к памятнику колонии святому князю Дмитрию Донскому на Красном холме, старейшему монументу Куликова поля. Здесь гости возложили венги к обелиску. Выступая на церемонии, глава правительства призвал россиян к единению для развития страны. Напомню слова Сергия Радонежского «С любовью и единением спасемся». А нашу страну очень часто пытаются испытать на прочность. Не исключением является и этот период. Но мы, следуя заветам преподобного Сергия Радонежского, чей юбилей мы отмечаем весь этот год, будем едины. И в этом единстве – сила нашего народа. При возложении венков выступил также патриарх московский в Сеаруси Кирилл. Он отметил, что если бы не было Сергия Радонежского, не было бы и Куликовской битвы, а может быть, не было бы и Россию. Сегодня действительно замечательный день. Мы празднуем юбилей 700-летия со дня рождения преподобного Сергия и празднуем его здесь, на первом ратном поле России, на Куликовом поле. А почему? А потому что если бы не было этого старца, игумена, Троица Сергиевого монастыря под Москвой, то не было бы и битвы на Куликовом поле. А может быть, и не было бы уже и России. После торжественной церемонии глава правительства и представители Русской Церкви посетили смотровую площадку, а также ознакомились с проектами будущего музея Куликовской битвы, который будет построен к концу следующего года. Затем патриарх осветил памятник Дмитрию Донскому и Сергию Радонежскому. В Москве в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя состоялось заседание Попечительского совета программы Александр Невский, фонда Андрея Первоздванного и Центра национальной славы. Возглавил заседание Святейший Патриарх Московский в Сеаруси Кирилл. Обсуждались итоги реализации программы, а также планы дальнейшей работы. Целью проекта является объединение национального общественного сознания вокруг знаковой фигуры святого благоверного князя Александра Невского, 800-летие которого в России отметят в 2021 году. Участие в заседании Попечительского совета приняли министры иностранных дел Сергей Лавров представители Русской Церкви, законодательных и исполнительных органов власти. Открывая заседание, Святейший Патриарх обратился к его участникам со вступительным слогом, в котором сказал. То, что в преддверии этого события была создана программа, которая наполняется реальным содержанием, о чем позже мы тоже поговорим, все это следует признать очень своевременным и правильным действием, которое, несомненно, поможет объединиться нашей общественности, дать соответствующие импульсы в средства массовой информации, в сферу культуры, образования и в прочие важные сферы общественной жизни, с тем, чтобы празднование юбилея было не только праздничным событием, как это нередко бывает, формальным праздничным событием, но чтобы сам этот юбилей помог многое переосмыслить нашему народу и нашему обществу. И, может быть, ответить на те вопросы, на которые у нас еще пока нет ответов, но на вопросы, от решения которых зависит будущее и нашего отечества, может быть, и всего мира. Патриарх отметил, что сегодня интересы отдельного человека ставятся выше интересов общества, народа и государства. Это, по мнению его святейшества, подрывает нравственную основу цивилизации. По мнению патриарха, фигура Александра Невского способна стать силой, объединяющей людей и сделала акцент на цели программы. «Именно поэтому главная цель программы Александра Невского – это как раз и то, чтобы, используя пример жизни и деятельности великого святого и дающегося государственного деятеля, обратить внимание людей на необходимость сохранения и укрепления духовно-нравственных устоев бытия человеческого сообщества. Томат России XX века показывает, насколько трагичной может быть потеря духовной преемственности. преемство традиций сформировано на протяжении тысячелетней истории. Именно стремление к консолидации всех здоровых сил общества вокруг вечной духовно-нравственных ценностей находится в основании той работы, которая осуществляется в рамках программы Александр Невский». На заседании прозвучал ряд докладов о том, как она развивалась, о том, как идет строительство храмов во имя Александра Невского, а также о принесении святынь на Уральскую землю. Был сделан доклад по итогам деятельности программы и по планам дальнейшей работы. Во время заседания за заслуги в дипломатической деятельности, направленной на укрепление международных позиций России, министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову была присуждена общественная премия благоверного князя Александра Невского. «Дорогие друзья, спасибо большое за это признание во слух нашей дипломатии и смею вас доверить, что будем продолжать вместе с церковью, со всеми россиянами отстаивать интересы нашей обладины за рубежом». Подводя итоги заседания, предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что программа Александр Невский позволяет осуществлять много добрых начинаний. По словам его святейшества, в программе оказывается значительная общественная поддержка. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх московский Ипсия Руси Кирилл встретился с организаторами и участниками 6-го международного фестиваля православных СМИ «Вера и Слово». Репортаж Галины Ледвиной. В зале представители 167 епархий Русской Церкви. По традиции патриарх обратился к собравшимся с первосвятительским словом, в котором коснулся многих актуальных вопросов, церковной журналистики. Один из первых – может ли церковная новость вызывать интерес в информационном пространстве? Церковная журналистика имеет совершенно иное отношение к новостям. Вот если в центре нашего послания миру, которое будет нести в том числе и церковная журналистика, будет интеллектуальная новость, новый взгляд на проблемы, на жизнь, который порождается вечным и всегда актуальным Словом Божиим, тогда мы будем источниками новостей. Может быть, не горячих, но тех новостей, которые способны пробудить мысль, привести к людей к новому пониманию Слова Божьего, но самого главного – к новому пониманию, обновленному пониманию самих себя. По мнению патриарха, чтобы церковная журналистика была актуальной, нужно отталкиваться от внутренней жизни церкви. Но многие интересные события не вызывают интереса у православных журналистов. Говорил патриарх и об ответственности работников медиасферы. Наша православная журналистика ни в коем случае не должна встать на путь упрощенческий, на путь упрощения всего, что сквязано с этой профессией. Нельзя мириться с недоброкачественными текстами, нельзя мириться со скукой, которая иногда порождается пером и словами наших журналистов. Нельзя мириться также с попыткой вот этой церковной стилистикой, церковной псевдокультурой создавать какой-то иллюзорный и фольклорный образ православия, скрываясь за благочестивыми фразами. Благочестивые фразы могут быть пустыми фразами. От благочестивых фраз могут уши вянуть. Благочестивая фраза по-настоящему благочестива тогда, когда она задевает человека, когда она возбуждает мысль. Патриарх подчеркнул, современный православный журналист должен быть профессионально подготовленным, так как его творчество влияет на сознание тысяч людей и задача церкви – подготовить корпус таких журналистов. Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с журналистами православных и светских СМИ – центральное событие 6-го международного фестиваля «Вера и слово». Вопросы для встречи собирались заранее, в адрес Патриарха их поступило более 200. Кроме того, журналисты могли задать свои вопросы лично во время пресс-конференции. Многие ответы Святейшего воспринимались аплодисментами. В завершении встречи председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла от имени организаторов и участников форума и вручил ему памятный подарок – дореволюционное здание истории Русской Церкви архиепископа Филарета. Своими впечатлениями от встречи с Патриархом участники поделились с нашей съемочной группой. Это вдохновляет, это дает какие-то толчки духовные пересмотреть свои взгляды, подходы именно в сфере журналистики, прессы. Патриарх поражает глубиной своих мыслей то, что он несет аудиторию. Тот посыл, который мы сегодня получили, еще, конечно, предстоит обдумать, пережить и донести до своей аудитории. То есть, безусловно, здесь есть мощное зерно нравственное, которое достойно того, чтобы его транслировать. По окончании встречи состоялась торжественная церемония вручения премии фестиваля. Исполнилась очередная годовщина со дня основания одной из самых известных обителей Екатеринбургской епархии. Мужской монастырь святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма отметил 14-летие. Божественную литургию в этот день совершил в обители митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Обитель в урочище Ганина Яма известна, пожалуй, каждому православному человеку. Раньше тут была лишь старая заброшенная шахта, у которой в июле 1918 года большевиками были уничтожены останки убитых в Екатеринбурге, последнего российского государя Николая II, его супруги Александры Федоровны, пятерых детей и их верный слуг. Сейчас на месте обогрённом кровью святых царственных страстотерпцев расположен храмовый комплекс их имени. За минувшее десятилетие монастырь превратился в одну из главных святынь не только Урала, но всего русского мира. Но самое главное, что сегодня произошло здесь, это то, что на этом, казалось бы, и предназначенном для исторического беспамятства месте, сегодня здесь постоянная молитва. Худо, бедно, плохо или хорошо, но здесь всегда совершается божественная литургия и всегда приходят не туристы, а верующие люди. Никто из нас, войдя сегодня в эту обитель, внутренне с душой своей не скажет, что обитель новая, потому что здесь присутствует Божия благодать, которая не может быть старой или новой. Многочисленные храмы монастыря царственных страстотерпцев привлекают своей красотой и намоленностью. Внутреннее убранство церквей скромно и выдержано в духе старины. Внутрь построек проникает только лишь дневной свет либо свет свечей. Здесь можно полюбоваться не только на современные, но и на старинные иконы работы уральских мастеров. Для кого-то Ганина яма – это святое место, куда едут тысячи паломников со всего мира, чтобы воздать дань последнему российскому императору. Для кого-то это живописный уголок по маршруту Среднего Урала. Но и те, и другие отмечают одно. Это место удивительное. Ганина яма привлекает не только воцерковленных паломников, находящих здесь возможность вознести молитву небесным ходатаям за Отечество и святым покровителям православной семьи, какими ныне мы почитаем августейшую фамилию. Здесь хотят побывать и те, кто интересуется историей России, кто хочет узнать больше о трагических годах, начала минувшего века, когда была предпринята попытка навсегда свернуть нашу страну с ее исторического пути и лишить тех духовных основ, которые утверждались веками и скрепляли все общество. Ну, путешествуем, паломничаем по разным городам России, но и не только ближнего зарубежья, тоже периодически, и знакомимся с историей своей страны, с культурой и с церковной жизнью. Вообще видеть, как наши братья-сестры и просто сограждане живут. Подвиг церковных людей XX века, он здесь очень сильный, потому что здесь сопротивление не военное, а мирное. То есть военное, понятно, тоже было, но мирное сопротивление христианское, оно здесь было очень сильно представлено. Вот мы, наше братство, делали выставку «Неперемолотые», и об этом было очень интересно написано, и в том числе об уральских христианах, православных христианах, которые мирно непримимой жизнью свою веру отстаивали. И очень радостно приезжать в такие далекие для нас города, мы по большей части из Москвы и из других городов тоже есть. И встречать действительно живых людей – это ценно. И очень ценно и то, что вот есть этот монастырь, монастырь, который построили на месте, очень непростом, но важным. И важно, что эта память, она сохраняется, она жива. Вот. Слава Богу, что мы здесь. Трехсот десятилетия перенесения мощей небесного покровителя Уральской земли праведного Симеона Верхотурского отметили в главном храме Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье. Почтить память Святого Симеона в Крестовоздвиженский собор прибыли не только многочисленные паломники и духовенства, но и гости из других епархий, в том числе митрополиты Вятский и Слободской Марк, и Пензенский и Нижнеломовский Серафим, и епископы Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, Каменский и Алопаевский Мефодий, Муромский и Вязниковский Нил, Шуйский и Тайковский Никон. Возглавил торжество митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Под громадными сводами Величественного Крестовоздвиженского собора, в котором покоятся мощи праведного Симеона, каждый день собираются многочисленные паломники. Люди едут в Верхотурье отовсюду, кто для того, чтобы просить исцеления, кто с благодарностью за полученную помощь. И вот в День памяти этого святого многие из тех, кто бывал здесь не раз, приехали вновь, чтобы вознести свои молитвы молитвеннику Уральской земли. Из скупых исторических сведений о жизни Симеона Верхотурского можно узнать, что он родился в 17 веке. После смерти родителей приехал в село Меркушино в Верхотурском уезде. Несмотря на то, что был Симеон благородного происхождения, в Уральской глуши он жил как крестьянин, ел простую пищу, спал на полу. Собственного угла не имел, но зато умел шить шубы. Чтобы избежать вознаграждения за свою работу, праведный Симеон оставлял ее незавершенной и уходил от заказчика в тот момент, когда почти закончил свою работу. Многие часы Симеон проводил в храме, вел беседы о Боге среди местного населения. Он умер молодым, прожив чуть больше 30 лет. Местные жители похоронили его и со временем забыли имя уроженца нездешних мест. Но не до конца была утрачена память о богоугодной жизни этого человека. И когда через 50 лет земля сама вдруг вынесла из своих недр на поверхность гроб с нетленными мощами праведника, стало ясно – это человек Божий. Сначала его мощи находились в местном храме села Меркушино, а в 1704 году мощи Симеона были перенесены в Николаевский монастырь города Верхотурье. Ныне в День памяти подвижника здесь состоялось торжественное богослужение. «Опоминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и пресно, и во веки веков». После литургии состоялся крестный ход. Затем митрополитик Эзенбургский и Верхотурский Кирилл обратился ко всем с архипастерским словом, в котором, вспоминая святого Симеона, обратил внимание на то, что главная сила христианина не в том, какое положение он занимает в обществе, а в его кротости и смирении. «Сила праведного Симеона, она как раз и заключается в этой неимоверной Божьей благодати, которую Господь дал молодому человеку, скончавшемуся в 33 года, и который сегодня, о котором забыли его современники, и который чудом Божьим, так силой Божьей благодатно был оказан народ Божью в Меркушино». Затем глава Вятской митрополии, владыка Марк, поблагодарил владыку Кирилла за прошедшее богослужение и преподнес в подарок жителям Екатеринбургской митрополии одну из вятских святынь. «Позвольте вам в сегодняшний праздничный день в знак нашей признательности, любви и уважения преподнести вашей епархии наш дар святской земли, частицу мощей святителя Виктора Глазовского, новомощника и исповедника российского». За богослужением также молились участники 360-километрового крестного хода из Екатеринбурга в Верхотурье. Шествие закончилось в канун Дня памяти Симеона Праведного. Последний подобный массовый крестный ход по старому Верхотурскому тракту прошел ровно 100 лет назад, в 1914 году. Состоялся он в честь дарования семьей государя-императора Николая II новой серебряной сени для раки с мощами Симеона Верхотурского. В среду Православная Церковь отмечала День памяти преподобного Силуана Афонского, русского крестьянина, ставшего монахом, почитаемого сегодня во всем православном мире. Наши петербургские коллеги подготовили краткий рассказ о жизни и подвигах святого. А информационным поводом для сюжета послужило богослужение, совершенное архиепископом Петерговским Амбросием в храме апостола Петра и Павла в Шубаловском парке. Игумен Силуан Туманов – единственный в Санкт-Петербургской митрополии монах, нареченный в честь Афонского преподобного. Его именины стали сердечным торжеством, за которым молились, прославляя святого старца Силуана Афонского, апостола любви XX века. Не так много известно о жизни преподобного, а что известно, написано его учеником и близким другом архимандритом Сафронием Сахаровым. Афонский схемонах, отец Силуан, в миру Семен Иванович Антонов. Родился в Тамбовской губернии в большой дружной крестьянской семье в 1866 году. Отец будущего преподобного любил оказывать гостеприимство странникам и беседовать о Боге и христианской жизни. С юных лет Симеон памятовал о Боге. Хотел уйти в Киево-Печерскую лавру, но отец категорически ответил – сначала кончи военную службу, а потом будешь свободен пойти. Чувство веры притупилось. Семен наслаждался жизнью. Селе его любили за хороший веселый характер. Юность была горячей. Вторичный зов Божий последовал незадолго до военной службы. Семен ощутил глубокий стыд за свое прошлое и начал горячо каяться перед Богом. Решение уйти в монастырь по окончании военной службы вернулось с умноженной силой. Сердце пало на святую гору Афон, куда он приехал осенью 1892 года и поступил в русский монастырь святого великомученика Пантелеймона. Со многими искушениями, испытаниями, страданиями столкнулся брат Семен. И в минуту отчаяния Господь открылся ему. В 30 лет Семен стал монахом-силуаном. Началась новая подвижническая жизнь. В своем поздравительном слове владыка Амвросий отметил, как скучание по Богу помогало преподобному преодолевать трудности. Святой ведь это не безгрешный человек. Святой это человек, который обуревается очень многими немощами, который имеет свои недостатки, который нередко в жизни своей совершает и падения. Однако же это человек, который любит Бога. И эта любовь преодолевает все преграды. Эта любовь помогает ему вставать с колен из самой грязи и идти дальше. За тем светом, который он видит впереди. Идти за светом невечерним, за Христом, ради которого можно оставить все и идти, не оборачиваясь. Игумен Силован поделился размышлениями о своем небесном покровителе. Меня поразило это стремление преподобного всех оправдать. И это не соглашательство с грехом, это не стремление быть всем любезным. Это именно глубочайшая любовь ко всему на земле. Он молился за всех, молился со слезами и молился о том, чтобы все народы земли познали любовь Божию. Наш век очень сложный. И наш век как никогда нуждается в простом слове о Боге, о церкви, о спасении. И в этом смысле творение преподобного Силуана – это идеальное чтение сегодня. Преподобный Силуан постоянно напоминает нам о том, что мы должны иметь другой разум, мы должны иметь другое сознание, нежели у человека, живущего просто в мире. Мы должны быть солью земли. Богослужение завершилось. В сердце теплится молитва. В мир хочется вернуться, памятая о словах преподобного Силуана Афонского, у которого было откровение от Господа. «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». В единственном православном скиту Польши состоялись торжества в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, небесных покровителей православной пустыни около села Адринки в Подляском крае. Во время богослужений в Адринках молились о мире на Украине, о единстве всех земель Святой Руси, даровавших православному миру преподобных Антония и Феодосия. Молятся о примирении враждующих сторон и во многих городах и весях Польши. Скит преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских в Адринках в Польше уже пятый год празднует свое престольное торжество – память святых родоначальников русского монашества. На остров среди Наревских болот к единственному насельнику скита Архимандриту Гавриилу съезжается множество людей и вне праздничных дней, а уж на праздник здесь не протолкнуться. В этот раз митрополит Варшавский, вся Польша Савва, освящал иконостас уже второго трапезного храма. Во время литургии, всяношного бдения и молебнов, паломники и Клир молились о мире на всех землях Святой Руси, которые дали славянскому миру преподобных Антония и Феодосия. Святые и представить не могли, что их земляки, уроженцы нынешних России и Украины, позволят врагам рода христианского посеять роз между собой. Видишь, это православные страны, древняя Русь, Киевская, Белая Русь, Великая Русь, Московская. Видишь, это братские народы, братские страны, должна быть любовь между ними, должно быть сострадание, помощь друг другу. А если кто-то из-за рубежа, из-за океана включается в это и раскаливает единство славянских народов и веры православной, это значит, что это человек, который называть можно интрузом, который входит на территорию чужой земли, раскаливает ту любовь и веру православную. И поэтому происходит ныне время, нынешнее время, междуусобица, брат на брата, восстает сестра на брата и прочее. Молятся о мире на Украине перед чудотворным образом святого преподобного Антония Киева-Печерского и в деревне Рогачи, настоятели и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы. Это страна преподобного Антония, так он в Киеве подвязался в свое время. Для нас великое переживание, мы переживаем, потому что наши собратья терпят невинно проливаться невинная кровь. Это всегда скорбь для души, если видим, что другие православные терпят. Но особенно, если нет согласия в церкви, как-то на Украине там разделы бывают, но то нет и согласия между людьми, если сторона духовная, как видим, она падает, то падает все человечество. Недавно о даровании мира братьям на Востоке молились во всей Польше и перед ланью святой равноапостольной Марии Магдалины и частицы животворящего Креста Господня. Перед святынями, принесенными братья Афонского монастыря Симона Петра. Молились и православные поляки, и белорусы, и украинцы, и лэмки русины. Особо переживает о трагедии Донбасса и Луганщины архиепископ лодинский Познанский Симон. Беда в мире. Нужно за этот мир молиться. За Россию великую, на которую не другие нападают. А мир она недалекая, братская нам Украине, где мои друзья, о которых я печаюсь. Я уже вижу, что их храмы разрушили. Мы печалимся, мы вместе с добрыми людьми. Во Врославе, на западе Польши, во время принесения Афонских святынь, русинская община свою молитву выразила в пролитургических песнопениях «Доживет Святая Русь и Святое Православие» прозвучало в кафедральном Рождество Богородичном Соборе. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Польша. В Пиробиджане сегодня проживает 45 детей, страдающих детским церебральным параличом. Всего в еврейской автономной области таких детей около ста. Но до сих пор не было ни одного специализированного отделения, где оказывался бы полный комплекс услуг по медицинской реабилитации. В настоящее время в епархиальной больнице святого великомученика и целителя Пантелеймона начал осуществляться проект по медицинской реабилитации детей-инвалидов. Об этом сюжет наших коллег. В больнице святого великомученика и целителя Пантелеймона Биробиджанской епархии состоялось официальное открытие медико-психологического реабилитационного отделения для детей-инвалидов, страдающих детским церебральным параличом. В этот день в здании медицинского учреждения собралось духовенство представителей руководства областей и города, общественных организаций, руководители медицинских учреждений и, конечно, юные пациенты. С приветственным словом к собравшимся обратился архиепископ Биробиджанский Кульдурский Иосиф. Нам очень приятно, что мы находим отклик и у правительства, и у мэрии города, и в благотворительных фондах, и не только отклик на словах, но и, что очень важно, материальную поддержку, потому что за счет этой материальной поддержки и приобретается вот все то необходимое оборудование, без которого такая реабилитация детишек просто невозможна. Все выступающие на открытии отделения реабилитации отметили, что Биробиджанская епархия в очередной раз своим проектом создала базу для новых идей и добрых дел. И теперь очень важно, объединив усилия церкви и общества, развивать и поддерживать эту инициативу. Все мои коллеги, которые сегодня вместе со мной пришли сюда, это вот та большая команда, уважаемая владыка, с которой вместе мы сможем многое, в части того, чтобы оказать нашим ребятам, нашим деткам, нашим семьям, которые в этом нуждаются, всяческую помощь в лечении различных заболеваний, которыми, к сожалению, страдают наши дети. И я думаю, всем вместе у нас многое получится. Новое отделение реабилитации может стать базовой площадкой для совместной работы с детской областной больницей, врачи которой будут давать направление на реабилитацию детей, и для волонтерской практики студентов медицинского колледжа. И, конечно, вот этот центр, мы обязательно будем принимать участие в его работе. Я думаю, что это будет и моментом образовательным, то есть как будущим медицинским работникам, нашим студентам будет очень полезно присутствовать при тех реабилитационных мероприятиях, которые возможны сейчас. У нас никогда раньше такого не было. Особой гостей на открытии центра стала главный специалист-эксперт фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Зеленицына. Этот фонд оказал неоценимую помощь в поиске и привлечении средств для приобретения специализированных медицинских тренажеров. Конечно, нам было очень приятно сотрудничать с больницей, и мы поняли, что, конечно, здесь все будет как нужно, все будет верно реализовано. И в таком случае мы стали искать средства, мы стали искать возможности помочь. Нет никаких сомнений, что такими совместными усилиями проект будет развиваться. В планах помимо медицинской помощи планируется привлечение психолога, логопеда, создание икровой сенсорной комнаты, комнаты с использованием наборов для развития мелкой моторики и чувствительности. Планируется внедрение реабилитационных программных комплексов с биологической обратной связью. Наталья Ишуплицова, Кира Артемова, Сергей Касьянов. Пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз». В небольшом краснодарском городке Хадыжинск находится девятая исправительная колония. Как и положено, от внешнего мира исправительное учреждение отделено колючей проволокой. Но оно не в стороне от духовной жизни. В один из осенних дней колонию посетил митрополит Екатерина Дарский и Кубанский Исидор. Об архипастерской поездке в следующем сюжете. На территории Ика завершилось строительство церкви. Владыка прибыл совершить чин освящения храма. Храм посвящен великомученице Анастасию Зарешительнице. Согласно церковному преданию, эта святая помогает тем, кто находится в узах. Еще при жизни она тайно посещала узников-христиан, томившихся в римских темницах, и ухаживала за ними. Прихожане храма при колонии – люди с особенно израненной и измученной душой. В молитвах чина освящения возносится моление о всех, кто будет посещать храм. Здесь, в колонии, это прошение звучит наиболее горячо. Анастасиевский храм небольшой. Помощь в его строительстве и внутренней отделке, безусловно, оказывали и осужденные. Как они уверовали, в какой момент душа познала и обратилась к своему создателю – это тайна. Но теперь они молятся здесь и радуются, что на территории колонии есть церковь. Я прихожу сюда, и у меня действительно все хорошо внутри вообще, чем ходить, там ерундой заниматься, маяться. Мне оно хорошо, мне оно нравится. Эта церковка относится к долгострою. Камень был заложен еще в 1997 году. Возведение церкви продвигалось медленно, и лишь спустя 15 лет после закладки камня строительство было завершено. Торжество освящения храма – важное событие для всей православной церкви, ведь здесь будут спасаться люди. Сегодня важное историческое событие произошло. Освятили мы новый храм в честь святой великомученицы Анастасии Зарешительницы, покровительницы тех, кто находится в вузах заключения, которая всегда помогала и помогает, кто призывает ее в горячей молитве на помощь. Я рад, что здесь теперь будет совершаться богослужение. Священники будут обслуживать этот храм, приходить, встречаться с заключенными и молиться, исповедовать в грехах своих людей. Необходимость православного храма при исправительном учреждении понимает и руководство колонии. Самое лучшее воспитание осужденных, которое находится за пределами учреждения, является духовное воспитание. То есть каждый осужденный может прийти в церковь, помолиться, помолиться за свои грехи, поверить в Бога, поверить в то, что Он выйдет за пределы этого учреждения и встанет стойко на путь исправления. Конечно, это большого стоит. Теперь в храме Анастасии у Зарешительницы будет еженедельно совершаться божественная литургия. В советское время около 40 лет на территории нашей страны действовали только два монастыря. Псково-Печерский и вновь открытая в 1946 году Троица Сергиева Лавра. Именно в этих двух обителях ровно 25 лет нес монашеский подвиг архимандрит Алипий Воронов. Он был строителем, иконописцем, энергичной и деятельной разносторонней личностью. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения архимандрита Алипия. Он был наместником Псково-Печерского монастыря 16 лет с 1959 по 1975 год. В непростое для церкви время он спас обитель от закрытия и лично, как реставратор, принимал активное участие в восстановлении древней святыни. Писал и реставрировал иконы. В юбилейный год в честь доброго пастыря, почившего наставника в монастыре, состоялся крестный ход. Конференция с вечером памяти и панихида в богом сданных пещерах. В год 700-летия преподобного Сергия Радонежского исполнилось 100 лет со дня рождения воспитанника Троицы Сергиевой Лавры и наместника Псково-Печерской обители архимандрита Алипия Воронова. Панихиду по отцу Алипию совершили на месте его упокоения в пещерном храме Воскресения Славущего. Эта церковь первая в монастыре. Здесь начинали служить монахи еще в 1392 году. Она символизирует воскресение всех усопших, всех погребенных в богом сданных пещерах. Божья Матерь Небесная, покровительница Псково-Печерского Успенского монастыря, сопровождала всю жизнь архимандрита Алипия. Богородичной иконой Утали Моя Печали его мама благословила перед уходом на войну. Великую Отечественную, тогда еще Иван Михайлович Воронов, был командиром 4-й танковой армии. Он награжден за оборону Москвы и медалью за взятие Берлина. Именно тогда глубоко верующий с детства Иван решил, что если вернется с войны живым, посвятит себя Богу. 15 августа 1950 года послушник Троицы Сергиевой Лавры принял постриг с именем в честь преподобного Алипия, иконописца Печерского. До монашества юноша в 1933-м трудился рабочим на строительстве метро и одновременно учился в студии при Московском союзе художников. Эти светские профессии помогли ему восстанавливать обитель в Печорах. Благодаря своему жизненному опыту, благодаря помощи Божией и заступничеству Царицы Небесной, благодаря армейской фронтовой закалке и добрым помощникам, общими усилиями восстановлена внутренняя жизнь обители на должном уровне. Принимались многочисленные паломники, как могли, проповедовали Слово Божие. Для тех, кто при жизни встречался и общался с отцом Алипием, это незабываемые минуты. Сильный духом он умел утешать людей и обладал даром слова. С любовью принимал посетителей, делился своими талантами, давал мудрые ответы. По слову архимандрита Техана, отец Алипий восстановил в себе образ и подобие Божие в человеке. Это образ живой, который мы стараемся сохранить в своем сердце и рассказать другим о его жизни, трудах, терпении и вере в Господа Бога и почитании благоговения перед Пресвятой Богородицей. Известно, что явление Пресвятой Богородицы было отцу Алипию перед мирной его кончиной 12 марта 1975 года. Тогда архимандрит произнес. Матерь Божия пришла, какая она красивая, давайте краски рисовать будем. Краски подали, но руки уже не могли действовать. В Великую Отечественную войну он носил тяжелые снаряды к линии фронта, а после перенес три инфаркта. Братья верят, что его молитвы, небесная помощь и в дальнейшем будут сопутствовать жизни обители, всем, кто здесь подвизается и тем, кто помнит архимандрита Алипия. Его доброе сердце, подобное евангельскому самаряныну, вмещало в себя всех, с кем он общался на жизненном пути. Да упокоит его Господь в телениях праведных, а нам да сопутствуют его святые молитвы. Невдалеке от тех мест, где заканчивается Финский залив и начинается Балтийское море, с давних пор охраняют подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу остров Мощный. А на этом острове живут и служат настоящие патриоты России, моряки-балтийцы и несколько человек штатских. Стоят дома для проживания людей и небольшая обитель Бога – деревянная часовня. Сотрудники военного отдела Санкт-Петербургской епархии совершили чин освящения этой часовни во имя святого праведного воина Федора Ушакова. Часовня на острове Мощный появилась почти два года назад. Военный отдел Санкт-Петербургской епархии предпринимал несколько попыток освятить часовню, но этим намерением помешала погода. И вот сотрудники военного отдела во главе с архимандритом Алексеем Ганжиным на борту учебного корабля вышли из порта Кронштадт и после шестичасового перехода прибыли на остров Мощный. Митрополит Санкт-Петербургской епархии благословил строительство часовни. Сейчас, когда она была построена, нужно было ее осветить. Остров Лавенцаари достался России по нештатскому миру от шведов и был назван мощным за свои размеры. Во время Первой мировой войны он был оборудован батареями береговой артиллерии. После войны в 1920 году остров отошел к Финляндии и был разоружен. А после русско-финской войны он снова стал русской территорией. При Финнах в 20-е годы население острова составляло 1300 человек. Сегодня местных жителей здесь всего пятеро. Четверо взрослых, один ребенок. Ну, придумали мы вместе. Ну, как-то так вот сидели-сидели и думали, что когда здесь были финны, здесь была кирха. Кирхи нету, но нам и не надо. А ничего нашего православного и не появлялось с тех пор. И мы так подумали, что даже на острова ездят миссионеры, чтобы, значит, свою веру, да, как-то вот продвинуть, что ли. А к нам никто не приезжает, ничего такого у нас нет. Почти два года ждала часовня этого момента. Перед началом богослужения архимандрит Алексей от председателя фонда «Северная столица» Михаила Романова передал в дар икону святого праведного воина Федора Ушакова, в честь которого и была освящена часовня. Украшенная новыми иконами, обеянная акадильным дымом, огласилась она громкой мужской молитвой. Я господник наш праведней Феодори. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Сюда приехал батюшка, ну и предложил, скажем так, такое решение принять. А вот созрел ли я сам или вообще, не знаю, наверное, она должна быть все-таки, наверное. Потому что все-таки, по большому счету, это финская земля была когда-то. Ну и, наверное, вера была другая, правильно? Пора уже и свою иметь. Вот, пожалуйста, теперь будет свое. Часовню Александр Иванович построил на старом финском фундаменте, которых в округе сохранилось много. Срут помогали строить моряки. Одни добровольны, других удавалось привлечь, используя административный ресурс. Отделкой занимался сам автор. И часовня вышла на славу. Прекрасное место здесь, на этом острове мощном, где теперь можно будет молиться в честь праведного. Федора Федора Ушакова, флотоводец великий, который сражался, достойно охранял рубежи морские нашей необъятной родины. И всегда был победителем, потому что всегда был с Богом. И мы знаем, был он великим патриотом. В дальнейшем мы узнаем, какой Федор Федорович был и молитвенник. Теперь-то это действительно, от нее тепло идет. Это уже действительно часовня. Матросы теперь другие стали. У всех на шее крестики висят, понимаете? Я думаю, будут ходить. Будут. И светочку поставят, и там, и за упокой, и за здравие кому там надо. Будут ходить, будут. А когда мы, это самое вот, у всех вербное воскресенье, все говорят, вот, ну, нарвем мы вербы, ну, поставим ее там, ну и все. А тут вот можно сейчас занести в эти стены святые. Это уже другая верба. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе осветил в Александроневской лавре надвратный храм в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Активные реставрационные работы в церкви начались три года назад. Открыли храм для молящихся летом этого года. На праздничной божественной литургии побывала наша съемочная группа. До недавнего времени гости города, да и сами петербуржцы, глядя на северные ворота обители, зачастую даже и не знали о существовании там в Скорбящинской церкви. Проект храма разработал архитектор Иван Старов, автор Свято-Троицкого собора обители. В конце 18 века храм был приходским для мастеровых людей, обслуживающих лавру, а также для хлебных промышленников, арендовавших о монастыре Амбары и пристани по Калашниковской набережной. В 1904 году в церкви был открыт первый латышский приход. В советское время в надвратном храме размещался районный совет О. Сави Ахима, дирекция музея городской скульптуры. Мы, обучаясь в духовном семинаре, знали, что здесь церковь, но здесь был музей. Мне здесь довелось учиться на курсах и курсоводах по Александро-Невской лавре. Но, конечно, действительно было запустение, о никаких службах не было и речи. Скорбящинскую церковь официально передали митрополии в 1994 году. И вот спустя 20 лет она вновь открыта после кропотливой реставрации. Мастера иконописной реставрационной мастерской Невской обители по историческим фотографиям расписали стены и плафон храма. Спроектировали новый иконостас, написали иконы. Здесь брачующиеся будут приносить клятву любви и верности. По традиции, таинство брака на территории монастыря не совершается. Однако храм Всескорбящих Радости находится за пределами монастырского каре. И совершение таинства не нарушает церковных правил. Вы видите здесь белую утварь, белый иконостас с золотым декором. Вы видите такие песчаные стены и голубое небо. Все цвета, они, знаете, по нашему замыслу должны человека призывать к чистоте, к порядку, к праведности. Где, как ни в момент заключения между людьми брака, обещания быть верными, быть порядочными, настоящими христианами, как ни здесь, вот в таком месте, должен проходить вот такой посыл церкви к своим чадам. Этот образ Божьей Матери Всескорбящих Радость был первым послушанием мастерской. Никто не подозревал тогда, в конце прошлого века, что икона найдет свое место в надвратном храме. Об особом почитании Пресвятой Богородицы напомнил митрополит Варсонофий в проповеди после освящения храма и божественной литургии. Надо благодарить Матери Гору, что она помогает нам в нашей жизни. Ведь она не только несет на руках своего сына, как предназначение икона, младенца, она каждую из нас с вами несет на руках. Каждый из нас с вами ее находит на руках. Только самое главное, на этих руках надо хотеть быть. Настоятель Невской обители епископ Кронштадтский Назарий отметил, что день освящения для храма подобен Пасле. И в продолжение праздника Рождества Богородицы этот чин особенно радостен. Я надеюсь, что мы действительно будем тут так служить, чтобы каждый скорбящий ушел отсюда с радостью, которую Матерь Божья каждому преподнесет по его вере. В столице открылся церковный центр гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины. Он разместился в храме всех святых в земле российской просеявших в районе Новокосино. Сюда можно обращаться вынужденным переселенцам за оказанием юридической и гуманитарной помощи. Подробности узнавала Эльвира Гордеева. Прямо в помещении храма с левой стороны от центрального входа разместился единственный в Москве церковный центр помощи вынужденным переселенцам с Украины. В этом пункте есть склад вещей, на котором можно выбрать вещи для всех, для мужчин, для женщин, для детей, игрушки, также детское питание. В нашем центре можно получить первичную юридическую консультацию, помочь добраться до места размещения в других регионах России, вернуться назад. Как правило, спешно покидая дом и родные края, оставшие зоной боевых действий, переселенцы успевают захватить с собой лишь самое необходимое. Приехали с одним чемоданом на всю семью, поэтому только летняя одежда, из зимнего ничего такого нет. В интернете люди увидели и подсказали, что существует такой центр. Мы пришли и пытаемся что-то для себя найти. Детям в школу, вещи, одежда, обувь, то, что надо себе. Алина с мамой приехала из Луганска. Девочки до сих пор не верятся, что здесь мирная жизнь и не стреляют. Когда мы играли на площадке, под ним облетели два истребителя. И начали кидать бомбы огненные. Мы все начали бежать. Мы хотели уехать в трошки попозже, но мы испугались и уехали сразу. Я просто скучаю по друзьям, хочу домой. Хочу, чтобы война уже закончилась. Те, кто хочет поучаствовать в богоугодном деле и помочь переселенцам с Украины, могут приносить вещи и продукты не сюда, в храм, а в пункт приема вещей и продуктов по адресу улица Николаемская, 55, в центре столицы. Желающие помочь могут приносить теплые вещи осенне-зимний сезон, верхнюю одежду, куртки, свитера, брюки, осенне-зимнюю обувь. Это все можно приносить на Николаемской дом, 55. Также там принимаются продукты питания, консервы, крупы, продукты не портящиеся, скажем так, средства гигиены. В нашем центре мы принимаем только продукты питания. Пункт помощи беженцам работает ежедневно с 10 до 18 часов. В Духовно-просветительском центре «Святодуховский» Александра Невской лавры Санкт-Петербурга состоялась благотворительная акция «Искусство объединяет сердца». Открылась совместная выставка петербургского особого художника Александра Сванидзе и московской профессиональной художницы Ольги Демидовой. Они очень разные по возрасту и профессионализму, но их работы объединяют особая сердечная чуткость к ближнему и сияющая радость от соприкосновения с творчеством других людей. Идея выставки «Искусство объединяет сердца» родилась не случайно. Она призывает учиться ценить уникальный талант каждого человека. Доброй традицией стало тесное взаимодействие Александра Невской лавры и Центра развития «Анима», которым помогают детям с проблемами в развитии и их родителям. Уже не один год в Святодуховском культурном центре проходят тёплые встречи, на которых дети и взрослые щедро делятся радостью общения. В этом году была открыта совместная выставка Александра Сванидзе, молодого художника-колясочника из Санкт-Петербурга и профессиональной художницы из Москвы Ольги Демидовой. Поддержать и поздравить Сашу пришли его многочисленные друзья из анима и культурно-досугового центра Красногвардейской. Ведь главное в характере Саши – жизнерадостность, открытость и добрый юмор, которые делают его источником душевного тепла и света. В одной семье появился на свет мальчик. Он был ещё совсем мал и слаб, но уже чувствовал мир, который согревал, ласкал, заботился о нём. Потом оказалось, что мальчик практически не видит и не сможет ходить. Но мир не переставал любить его, ведь этим миром была его мама. Елена Владимировна Сванидзе сумела раскрыть сыну всю красоту мира большого. Она создала книжку по Сашиным рисункам, которую хорошо бы прочитать каждой матери, чтобы воочию увидеть те чудеса, которые творит материнская любовь. У Саши абсолютный слух, и всё для него имеет свою мелодию – дождь и ветер, слово и цвет. Он очень увлечён музыкой, и каждый певец и композитор ему как близкий друг. Благодаря центру аниме у него появились и реальные друзья. Он ещё достаточно молодой человек и настолько глубоко знающий человек, знающий нашу историю, знающий нашу литературу, знающий музыку. Этому человеку есть чем поделиться. Эта картина – это только маленькая часть этого человека, этого большого человека. Картины Саши полны света и ярких красок. Он передаёт эмоции, что рождаются в нём при общении с музыкой, литературой и всем, что окружает его в жизни. Учитель Ольги Демидовой, известный живописец Ана Мухаммед Зарипов, говорил ей – пиши, как чувствует твоя душа. Вспоминая первые встречи, мама Саши говорит о детской непосредственности Ольги, которая сразу сделала их друзьями. Очень открытый человек оказался. Сашка такой же. Он тоже очень открытый и очень эмоциональный. То есть всё, что ему хорошо, когда он спокойно себя чувствует, он выражает всё, что ему нравится. То есть вот они побеседовали, он сказал – так, я хочу тебе поставить музыку. Это, значит, уже принял в круг. Выбирая картины для совместной выставки, Ольга привезла несколько пейзажей, натюрмортов, но более всего портретов. А что может быть глубже чего-то? Только люди. Ну вот я подумала, что Сашиной глубиной люди, они будут очень достойно смотреться. Ольга пишет портреты только близких людей, ведь для неё важно глубоко почувствовать личность человека, прикоснуться к нему сердцем. У неё все портреты красивые люди. То есть в каждом человеке она видит красивое, да? А красота без духовности быть не может. Хотя ребятам из Центра Анима гораздо труднее, чем их сверстникам, искусство научило их удивляться и радоваться красоте жизни. И согреваясь в этой атмосфере тепла и дружественности, захотелось, чтобы как можно больше людей увидели, как можно искренне жить, ярко чувствовать и радоваться ближнему. На этом обзор событий церковной жизни завершён. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня и по следующую субботу Церковь совершает попраздненство воздвижения Креста Господня. В четверг мы будем праздновать память благоверных князей Фёдора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев. В четверг Святая Церковь вспоминает мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и Болярина его Фёдора, чудотворцев. В субботу совершается отдание праздника воздвижения Животворящего Креста Господня. А также вспоминается событие обретения мощей святителя Дмитрия, митрополита Ростовского. В воскресенье торжественно отмечается Собор Тульских Святых. О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова